Всем привет! С вами Лилия Степанова и это видеоурок по живописи. Сегодня с вами мы не будем работать маслом. Попробуем сегодня приспособиться к акрилу. Это достаточно современный материал, появился он в 19 веке, современный в отличие от масляной краски. Многие художники немного критично к нему относятся, но поверьте, это очень удобно и по качеству акрил не уступает масляной краске. Будем работать с пейзажем в греческой тематике. Приступим. Обратите внимание на палитру. Я думаю, что вот этих семи цветов нам сегодня с вами хватит. Если чего-то будет недостаточно, будем с вами стараться и смешивать и получать дополнительные оттеночки, дополнительные краски. Приступаем. Немного разбавим белила водой, смешаем с голубой и начнем потихонечку сверху вниз тонировать полотно. Акриловая краска разбавляется водой. Бывает разной консистенции. Бывают более жидкие акриловые краски, бывают немного плотнее и существует 3D акрил. Он подобен текстуре масляной краски. Отличие от масла в том, что акрил высыхает моментально. Это очень удобно, если вы, например, хотите работать быстро, не оставлять работу на просушку. Вы можете первый слой выполнять акрилом. Акрил хорошо ложится под масляную краску. Нежелательно наоборот. Нежелательно акрилом работать по маслу. Тонким слоем прокрываем верхнюю часть полотна. Здесь будет небо наше. Хорошо, равномерно распределяйте красочный слой. Если чувствуете, что краска впитывается быстро, разбавьте немного водой. Кто привык работать масляной краской, конечно же, поначалу будет непривычна текстура акрила. Просто надо немного переключиться. Попробуйте. Это действительно очень удобно. Сочетайте акрил и масляную краску. Не домешивайте акрил в масло. По технологии и по текстуре краски это неприемлемо. Чуть-чуть домешиваем воды. Это предварительная база, предварительный слой. По этой тонировке мы выполним набросок сразу краской, сразу кистью. Вот такая работа в масляной краске выполнялась бы в несколько этапов, в несколько заходов. Что это значит? Вы выполняете подмалевок, выполняете тонировку основных цветовых пятен и оставляете подсыхать. Здесь будет очень много цветов. Цветы, конечно же, лучше писать по-сухому, потому что в масле по-свежему многие оттеночки потерялись бы. В акриле нам это удастся сразу. Хорошо прижимаем кисть, растягиваем краску. Флейц-кисть номер 50 фирмы Колос. Мягкая очень синтетика, приятно ее работать. Она очень удобна на этапе тонировки полотна. Добавляем голубую небесную в чистом виде, добавляем ее по свежему тону. Здесь будет фрагмент моря, поэтому немного ярче. Насыщаем, добавляем изумрудной зелени. Плавным движением вымешиваем существующим фоном новый оттенок. И уже мы начинаем видеть легкие перекаты волн на воде. Ближе к берегу больше зелени. Резкие границы не оставляйте, старайтесь, чтобы все было плавно, размыто. Продолжим тонировать небо. Вот у меня уже немного подсохла краска, добавлю больше воды. Ну конечно да, с акрилом надо работать в темпе. Существуют специальные средства, замедлитель высыхания краски. То есть вы можете домешивать в процессе работы их в свою краску. И не так быстро будет высыхать ваш красочный слой. Это приятный этап, этап тонировки. Такое знакомство может быть для кого-то с краской, с кистью. Не бойтесь посильнее прижать кисть. Погонять краску в разные стороны. Прочувствовать, как ложится красочный слой на полотно. Смелее. Когда вы тонируете небо, не придерживайтесь исключительно горизонтального направления кисти. Старайтесь вот таким образом размашисто растушевать слой. А потом вернуться на горизонталь. Мягче будет фон, естественней будет небо. Если же вы все-таки исключительно горизонтально растушуете краску, может получиться эффект покрашенного забора. Не стоит так делать. Вот уже видно небо. Выполнили легкую растяжку от голубого к более белому. Затонировали будущее наше море. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Немного подробнее проработаем дом Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вправо Выполняем растушевку И оставляем подсыхать Берем поменьше Кисть Плоскую Вернемся к заднему плану Добавим облака Покажем вдали горы Освежим цвет воды Добавим пену И проработаем береговую линию Только после этого Перейдем к первому плану Набираем на кончик плоской кисти Немного белой краски Прижимаем вот таким образом Торцом Сильно не придавливая кисть Описываем Форму Клубистую форму Неправильную форму облака Еле касаемся кистью Сразу же протерли Сухой салфеткой И сухой кистью Дотушевали округлыми движениями Получилась вот такая вот Масса Она немного подсохнет Двигаемся дальше Когда подсохнет краска Мы чуть насыщеннее И выделим Некоторые части облака Вытерли, дотушевали Акрил Также можно растягивать и пальцем И влажной салфеточкой В общем-то Такие приемы Как мы уже использовали И в масляной живописи Чем свободней Вы будете наносить Мазки Тем интересней Получится форма вашего облака И округлые мазочки И торцом кисти Можно потушевать немного Теперь Пока наши облака подсыхают Приступим к горам На дальнем плане Видим Два склона Один Склон Чуть ближе к нам Поэтому Мы его Показываем Более ярким цветом И плоскими мазками Мазки выложены по направлению склону Выполняем Выполняем Тонировку Ребро кисти Приложили к полотну Не отрывая Провели Красивую Ровную линию горизонта Вытираем кисть Выполняем Растушевку Склон От линии Вверх И второй склон Более светлый За счет тональности цвета Мы с вами Показываем Насколько Гора Находится Далеко от нас Также Пока здесь Подсыхает краска Спускаемся На воду Работаем уже Более Аккуратной Кистью Насыщаем Оттенки Горизонтальными Мазками Краска Слегка Разбавлена Водой Добавляем Красивый Насыщенный Голубой Цвет Промываем Кисть И Чуть Растягиваем С помощью Воды Нанесенной Ранее Краски Прижимаем Кисть Спускаемся Ниже Добавляем Изумрудную Зелень Можно смешать Изумрудную Зеленую С небесной Голубой Плавно Спокойно Растягиваем Краску Вытираем Кисть Продолжаем Растяжку Сухой Кистью Чистой Наметим Немного Накидаем Пены Дрожащим Движением Немного Подтушевать От линии Краску Высохнет Краска Вернемся И Сделаем Насыщеннее И Светлее Пену Смешиваем Бирюзовую И Изумрудную Зелень И Береговую Линию Тонируем Под Пеной Выкладывайте Более Темные Краски И Растягиваем В сторону Дабы Подчеркнуть Объем Накатывающей Волны Меняем Кисть Угловая Кисть Фирмы Колос Плотная Синтетика Номер 8 Смешиваем Оранжевую С Голубой Получаем Грязноватый Оттенок В коричневой Гамме И Чуть-чуть Добавляем Белил И Вот Таким Серо-зеленым Цветом Серо-коричневым Наметим Скалы У Побережья Это Верхняя часть Скалы Подчеркиваем Боковую Поверхность Вот такой Линии Отделяем У Подножья Этой Скалы Будут Высажены Цветы И Вот Такой Подмалевок Сразу Можно Кинуть Для будущих Цветочных Кустиков Затушевали Немножечко Возьмем Черный Оранжевый Получим Более Насыщенный Оттенок Коричневой Краски Мы его Сейчас С вами Смешиваем Потому что Коричневого Цвета нету На палитре Вот Пробуйте С помощью Оранжевый Черный Получить Цвет Ну И Параллельно Сразу Смешать Смешать Голубой С розовый С белым Чередуя Два Этих Оттенка Плоскими Мазками Накидываем Структуру Каменистую Структуру Вытираем Кисть Вытираем Немного Можно Добавить Светлых Оттенков Вытираем Кисть И сухой Кистью Ребром Вот этой вот Частью Выполняем Растушевку Соединяем Между собой Оттенки И вот Предварительная Тонировка Выглядит Приблизительно Так Промываем Кисть Смешать Немного Желтой Зеленой И белой Получаем Светлый Приятный Чистый Оттенок Тонируем Верхнюю Часть Скалы И сразу Параллельно Этим же цветом Намечаем Второй Фрагмент Такая же Верхняя Поверхность И Последняя Часть Кисть Промываем И теперь Сером Серо-фиолетовыми Красками Показываем Торцевые Фрагменты Торцевые 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 Последняя Торцевые как Разв 1400 Торцевые Показываем До PM Продолжение Наши Торцевые Дорога наша уходит вдаль и по краю дороги присутствует вот такой объем, подчеркиваем тенью его и немного с водой, подтушевали и смягчили верхнюю часть, верхний контур, каплю розовой смешиваем с белилами, чуть-чуть добавляем желтой краски, получаем очень светлый приятный оттенок и горизонтальными мазками, освежим цвет дороги, можно взять белила в чистом виде, укладываем мазками оттенки по дороге и сильно стараемся не растушевывать и не растягивать. На этом этапе можно отойти, посмотреть, что у вас уже получилось, дать немного отдых глазам и продолжаем. Проработаем арку, пока подсыхает слой на заднем плане серо-фиолетовый оттенок, получаем с помощью смеси розовой, небесно-голубой и капли черного. Ребром угловой кисти проводим красивую вертикальную линию, приложили к полотну, протянули, определили таким же образом, где будет находиться колонна. Подчеркиваем основание. В нижней части колонны присутствует небольшой уступчик. Покрываем дополнительно еще одним слоем поверхность колонны и и уже по этому слою можно будет прорабатывать мелкие детали. Вымываем кисть, смешиваем желтую, черную, зеленую, выполняем подмалевок для лианы, ребром кисти. Набиваем вот таким образом листву. Оставляем небольшие зазоры между мазками. Немного руку поворачиваем, чтобы более хаотичные, свободные получались листочки. Не боимся темного оттенка, он придаст глубину нашим цветам. Высыхает красочный слой. По сухому мы добавим и цветы более яркой тональности и листву более светлую. Краски много на кисть не набирайте. Часто и по чуть-чуть краска должна находиться на кончике кисти. Водой вы не разбавляете, иначе получатся размытые пятна. На этом этапе нам, наоборот, нужны более четкие, лохматые мазки, чтобы передать фактуру листвы. За забором виднеется какое-то растение, может быть дерево. Четко его не прописываем. Вот такими светлыми размытыми пятнами. Верхушка дерева более освещенная. Сюда попадает больше солнечных лучей. Нижняя часть потемнее. Итак, пока лиана наша подсыхает, немного можно переключиться на здание. Вот эта часть фасада смотрит на нас ровно. То есть окошки будут достаточно симметричны горизонталем и вертикалем. Вот эта часть фасада уходит в перспективу. Здесь надо быть внимательным и правильно дать направление линиям перспективы. Приступим. Можно продолжить работу плоской кистью. Смешиваем синюю с черной. Найдем наши окна. Вплотную не подходим к ребру. Отступаем и второй этаж намечаем. Здесь красивое арочное окно, немного уходящее за пределы полотна. Так, теперь по уровню этой линии направляем в перспективу. Даем направление, направляющую линию таким же арочным окнам, уходящим в перспективу. Так, дверь аналогично по этой линии довели, визуально представили до границы ребра и с поворотом даем направление будущей нашей двери. Окошко немножко ниже находится по отношению к двери. Смешиваем розовую, голубую и черную. Получаем насыщенный темный оттенок. Внутреннее пространство в окне вот таким темным тоном покрываем. Нижнее окошко также внутри затемняем, пока игнорируем белые рамы. Мы их напишем поверх сухого темного фона. Такой нюанс, когда пишем какие-то элементы на фасаде, придерживаемся симметрии композиционного построения. Вот, например, здесь найдем центр арочного окошка и проследим вот так, чтобы эти два окна сидели на одной оси. Композиционно так будет приятней. Задаем габариты ширину первого окошка, второе чуть меньше и уже. Находим верхнюю точку. Находим центр, проводим вертикаль. Надо построить это окно. Вот эта часть арочки в перспективе будет иметь более округлую форму. Вот эта часть арки немножко меняется. Вот таким образом окошко. Дверь находится четко под окном, визуально себе протягиваете вертикально. Габариты заданы. Вот ширина двери. Здесь присутствует выступ, небольшой парапет. парапет. Он выходит за пределы грани. Продолжается по фасаду. Основание двери чуть ниже парапета. И дальше намечаем ступени, также уходящие в перспективу. В каждой своей работе вы должны находить линию горизонта. Линия горизонта это линия уровня зрения ваших глаз. В нашей работе она будет ориентировочна где-то в этой части. И все линии перспективы стремятся к горизонту. То есть то, что находится выше, стремится вниз к линии горизонта. И мы вот таким образом поворачиваемся. Линии, которые находятся ниже, они стремятся вверх к линии горизонта. Вот сейчас ступенечки надо повернуть. Смешаем немного оранжевой, розовой. Получаем цвет для черепицы. И даем ей направление. Лишняя часть дома мы затонируем за счет неба. Набираем белую краску, бросаем свет на фасад. Вот сейчас на этом этапе можно кисть взять чуть меньше. Неплотным слоем пролепливаем мазками. Набираем мазки. вами был я així. Мазки здесь нужны на фасаде, чтобы передать фактуру штукатурке. Поэтому старайтесь не выглаживать краску, а наоборот преднамеренно оставлять вот такие вот запутанные мазки. Определяем границу падающей тени. От крыши на верхнюю часть фасада падает тень. Смешаем белую с лиловой. И на первом плане сквозь листву у нас просматривается парапет. Парапет, а на краю расположен вазон. Чтобы красиво посадить ваш вазон, наметьте вертикальную линию и к ней перпендикулян. Это вот ширина горлышка. И описываем вот такой вот овал, который называется эллипс. Вот такой вазончик. Вернемся кисти пошире. Быстро затонируем парапет. Поработаем над растениями, посадим немного травы. Стараемся ходить по всей работе равномерно, не зацикливаясь ни на каких отдельных участках. Здесь у нас пока подсыхает. Чтобы не смазать небо и не дать ему красный оттенок, ждем высыхания слоя. После чего уберем лишнее. Здесь фасады и темные наши окна также подсыхают, парапет сохнет. Можем вернуться к растениям. Нам понадобятся с вами вот такая вот растрепа. Ее удобно набивать. Таким образом у нас с вами будет получаться быстро и интересно листва. А вот такой плоской кистью фирмы Колос серия Фламинго интересно и быстро рисовать траву. Она по краюшку отфилирована. Ну сейчас вы все сами и увидите. Сначала берем кисть растрепу, которая получилась со временем. В продаже таких нет. Краску без воды набираем на кончик кисти. И уже более подробно в руке немного подкручиваем кисть. Набиваем вот такие вот кустики. Пытаемся уже найти форму. Вот, например, если бы вы работали маслом, работали по-свежему, вот этот оттенок мешал бы вам положить чистый темный цвет, поскольку здесь в составе присутствует белило. В акриле очень удобно. Пробуйте, сравнивайте и пишите, как вам этот материал пришелся. Пятном наметим самый крупный раскидистый цветочный куст. Теперь филированной кистью желтую лимонную смешиваем с зеленой изумрудной и расчесываем нашу травку. Оттенки и светлые, и темные берем. Кончиком кисти нежненько, аккуратно по направлению травы выкладывайте маски. Если не получается, вы не расстраиваетесь, поскольку по вот этому фону можно нанести поверх еще один слой, от чего ваша трава станет более изящной. То есть работа послойная, не все сразу. Если вы будете работать филированной кистью, но масляной краской, тогда для масла вы должны разбавлять, хорошо разбавлять краску, либо растворителем, либо маслечком, чтобы краска была жидкой, податливой. Потому что на эту кисть, этой кистью не получится добиться нужного эффекта, если вы на нее будете набирать краску очень густо. Ну и вот такая может быть где-то монотонная работа. Запасайтесь терпением и трудитесь. В любом случае, этой кистью намного быстрее проходит ваша работа, если бы вы работали, например, тонко и набирали вот эти травиночки, каждую травиночку маленькой кистью. Эта кисть помогает ускорить процесс и дает красивый визуальный эффект. Смешаем бирюзовую, черную и белую. Кимсера голубым оттенком затонируем вазончик. Обязательно надо показать собственную тень по вазону. Смешаем каплю оранжевый с белилами. И немного плотнее положим тон на освещенный фасад. Поменяли кисть. Работаем плоской кистью номер 8. Смешали голубую, розовую и белила. Падающую тень от балкона на фасад. Таким приятным лиловым тоном покрываем. Насыщенный оттенок в смеси голубой и розовой. Создаем и верхнюю часть, падающую тень от крыши. Также плоскими мазками. Немножко затонировали. Добавим к этой смеси немного черной. Намечаем внутренний откос в дверном проеме. В окошках. Синим тонируем ставни. Приложили кисть плоской стороной. Протянули плиту под будущим балконом. И сразу же подчеркиваем под плитой падающую тень. Прорабатываем клумбы. Добавляем на каждый куст отдельно новые оттенки. И с каждым новым этапом старайтесь впускать больше цвета. И работать более подробно. Кисти... Намечаем падающую тень. От арки. Плоской кистью выкладываем плитки. Плитки на первом плане покрупнее. По мере удаления в перспективу. Мельче. Хорошо промываем кисть. И уже можно понемногу высаживать цветы. Впускаем красный, впускаем оранжевый, желтый, белый. Даем просыхать краски. Затем опять насыщаем по необходимости. Возьмем кисть поменьше. Доведем скалы в глубине, где соприкасаются две скалы. Положим чуть ярче тень. Положим чуть ярче тень. С помощью водички растушуем. Растушуем. И посадим цветов на холмах. Розовый с белым смешали. Быстро, жирненько накидали пятнышки. Определили те места, где хотим и где видим цветы. Кисть промываем и растягиваем по краям оттенки. Можно с помощью воды. Выполняем растушевку. Оранжевую с черной смешали. Получили темный коричневый. На первом плане скалу затемняем. Вытягиваем ее ближе к нам. Бросили несколько теневых пятен. Теперь смешиваем розовую, синюю, черную. Также впускаем дополнительный цвет на скалу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Светлым оттенком выделяем освещенную часть цветов, кустов. Красивый солнечный день отражается в таком цвете. Приглушенный оттенок зеленой краски сделали с помощью желтой, лимонной и черной краски. Смешиваем белую и розовую. Наметим на краю вазона каменную плиту, на которую поставим вазон. Рисуем прямоугольник. Тонируем серо-розовым. Это теневая часть плиты. Верхняя часть плиты более освещенная, смешать можно или белый с розовым, или оранжевый с белым. И вот таким образом показали верхнюю часть. Рядышком маленькая плита, которая прячется в траву, мы ее почти не видим, не даем ей большой высоты. Вот таким пятнышком наметили. Промываем кисть, смешиваем оранжевую с розовым. Получим кирпичный оттенок. И ставим в этом оттенке горшочки на плиту. Один побольше, другой поменьше. И усаживаемся поудобнее, прорабатываем все-все-все цветы. Всегда помните, что у каждого кустика присутствует освещенная сторона, присутствует теневая. Что это значит? Вы должны показывать разные оттенки. Всегда ищите источник освещения в своей работе. В нашей работе солнышко светит с правой стороны. Поэтому, соответственно, правая часть у всех кустов, у всех растений будет светлее. Противоположная левая, немножечко темнее. Находим форму ступеней. Откорректируем чуть-чуть. Вторая ступенечка повыше. Тонкой кистью подведем основание. Можно немного разбавить водой. Плиточки выделим. Тонкой кистью подведем. В целом, все у нас уже с вами есть. Теперь поправим фрагмент неба. Заполнить надо лиану. Добавим более глубокой зелени. Проработаем еще грозди. Получились разные оттенки на горе. Впустим больше света на верхушку дерева. Также положим больше света. Видим мелких, более светлых лепестков. Прорабатываем забор. Раскидываем цветы. И прописываем рамы. Ну, поехали. Еще немного об акриле. Чтобы для вас не было удивлением при высыхании, акриловые краски немного тускнеют и темнеют. Но после покрытия лаком это все возвращается. Краски становятся опять более насыщенными и яркими. так смешали голубую и белую. Поправили. Перекрыли заново фрагмент, который мы ранее убрали. Выравнили поверхность неба. Промываем кисть. Набираем белило. Усиливаем яркость. Свет на облаках. Проворачиваете кисть. Хаотично водите ею по полотну. Вытираем. Сухой доводим. Немного подтушевываем. Убираем излишек краски. Слегка касаемся к полотну. Дальше прокрываем свет. Набираем акриловую краску в таком виде, как она есть. Водой при этом не разбавляем. Вода нужна, чтобы промыть. По крайней мере на этом этапе. Чем хороши акриловые краски, что в итоге вы можете получить готовое живописное произведение, похожее как на акварель, так и на масляную работу. Если же сильно будете разбавлять акрил водичкой, будет похоже на акварельные легкие растяжки. Если будете набирать или мастихином, или широкой кистью, не разбавляя водой, выкладывая краску более пастозно, это будет похоже на эффект масляной живописи. Вернулись растрепанные кисти. Смешиваем белила, желтую лимонную, каплю изумрудной зелени. Вытягиваем верхушку дерева. Свободное, легкое, набивающее движение. Также проворачиваем руку. Следим, чтобы внутри дерева обязательно оставался воздух в виде вот таких промежутков. Смешиваем желтую, лимонную и черную. И к низу дерево притемняем. Таким образом оно становится более пышным, более объемным. Здесь вытягиваем плавный переход, чтобы резкой границы не было. С правой стороны можно добавить бирюзовый рефлекс. Немного смягчить очертания дерева в теневой стороне. Бирюза придаст более живописный вид кроне. Смешали изумрудную, зеленую и черную. Добавим еще немного глубины на арку. Больше темной зелени, которая находится внутри растения. Дадим немножечко просохнуть. И затем покроем более яркой зеленью и проработаем грозди цветов. Набираем оттенок розовой поярче. И уже более сосредоточенное движение. С левой стороны у каждой грозди выкладываем теневую. Здесь более непонятные оставляем отпечатки. Не прорабатываем каждую гроздь вот такую, как она есть. Четкую, красивую. Нет, те, что на первом плане можно проработать больше. Которые фоновые, по краю арочки можно определить более размытыми пятнами. Добавим к розовой немного синего и белил. Получим лиловый оттенок. Это будут грозди в теневой части арки. Сейчас их намечаем. Затем надо будет их также немного оттенить собственной светом и тенью. Смешиваем лимонную и желтую, немного черной и белил. Достаточно должны получить светлый оттенок, слегка приглушенный черной краской. Не боимся зайти на цветочную гроздь. Накидываем светлую листву. Особенно явно это надо показать в верхней части арки. Вот наша цветочная арка становится более нарядной, красочной, пестрой. Ну, в общем-то, как и должно быть цветочное оформление. Далее можно немного в эту смесь добавить белил. Еще светлее оттенок. И дополнительно по предыдущим зеленым листьям вот такие вот кидаем. И еще более светлые. Пускай немного подсохнет арочка. Переходим на забор. Небольшое количество белой краски набрали. И слегка прозрачным слоем пытаемся создавать фактуру. Более потертую. Не перекрываем нижний слой. Еле касаетесь кистью к полотну. Плоскими мазками, напоминающими по форме блоки кирпичные. Выполняем вот такие вот штрешочки. Набросаем кирпичи, не выписывая четко их форму. Раскидываем их в шахматном порядке. Где-то даже можно полупрозрачно, где-то не полностью дописываем до конца сам кирпич. Отбилась штукатурка, слегка проглядывается таким фоном. Кирпичная кладь. Заплетаем ствол. Используем смесь фиолетовой, немного с коричневой и белила. Плавно, кончиком кисти, протягиваем ветки. Немного с помощью воды растягиваем тень. Плавно ее выводим по стене. Набираем белила. Освещенную верхнюю часть забора подчеркнуть. Все. И теперь уже завершающие последние штрихи. Высаживаем цветы более яркие, более красочные. Больше впускаем света. На этом этапе задача ваша красиво поправить, вытянуть. Может быть что-то новое впустить. В целом не забывать смотреть, как выглядит композиция. Музыка. 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 На этом можно остановиться. Пробуйте обязательно акриловые краски. Пробуйте не только пейзаж, цветы, портрет. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Пишите свои отзывы, пожелания. Буду рада ответить. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok